Ученик девятого класса Егор Пальзовский ежегодно принимает участие в конкурсе юных инспекторов движения. В этом году вместе с командой под названием «Зелёный свет» они подготовили номер, посвящённый соблюдению правил перехода дороги на светофор. Школьник рассказывает, что в прошлом году они одержали победу и надеются на успех и в этот раз. Участвовать в таком конкурсе всегда какая-то инициатива, и что-то новое завораживает детей, и это всегда интересно. А знать правила дорожного движения – это важно не только для собственного спокойствия, но и для жизни, и для жизни других. Фестиваль-конкурс «Юный инспектор движения» проходит ежегодно. В нём принимают участие ученики всех образовательных учреждений Самары. Он направлен на формирование навыков безопасного поведения на дорогах. В этом году участие в нём приняли около ста команд, и только 18 из них представили свои номера на городском этапе. Мы понимаем, что Самара – это большой мегаполис с большим интенсивным движением. Поэтому госавтоинспекция со своими сотрудниками на постоянной основе проводит беседы в школах и различные мероприятия. Зачастую дети не понимают, как переходить, где переходить, на какую сигналность на фору. В этом случае сотрудники госавтоинспекции им оказывают помощь, объясняют правила дорожного движения. Каждое выступление участников оценивалось членами жюри по четырём критериям – артистичность, костюмы, музыкальное видеосопровождение и раскрытие заданной темы. «Это я, почтальон Печкин, про заметки, про вашу мальчик, который нарушит правила дорожного движения». «Здравствуйте, почтальон Печкин, пожалуйста, проходите». «Важность данного мероприятия обусловлена тем, что с каждым годом на наших дорогах появляется большее количество автомобилей, и поэтому повышается угроза ДТП. И не дай бог, чтобы в дорожных транспортных происшествиях участвовали дети. Поэтому мы и проводим данное мероприятие, чтобы дети знали, как себя вести на дороге». Победитель городского этапа конкурса «Юный инспектор движения» примет участие в областном этапе, который состоится 6 декабря. Августина Охременко, Григорий Пришаков, События.